И если я делала ремонт у соседей, я бы сделала его так. Но я делала ремонт в своей новой четырехкомнатной квартире. Поэтому я приехала в салон итальянских красок и идей Росетти, где можно попить настоящий итальянский кофе и послушать итальянскую музыку. Сергей, я засыпаюсь с мыслями о вас и просыпаюсь с мыслями о вас. Просто этот мой бесконечный ремонт. С гостиной я уже разобралась. Я решила, что у меня будет объемная штукатурка. Что мы будем делать со спальней? Мне хочется что-то такое, знаете, более романтичное. Я очень люблю Древний Рим и гладиаторов. С гладиаторами вы мне, конечно, помочь не сможете, а вот со стенами я думаю, да. Ну, скорее всего, да. Просто в Древнем Риме стены и потолки обшивали мрамором. Но я боюсь, что если я обошью спальню мрамором, то я буду чувствовать себя как в склепе. Есть какая-то альтернатива? Да, есть. Это сделать, да, можно такими же материалами. И, соответственно, именно материалы, которые имитируют срез камня. Так как натуральная она на основе извести, а известь она сама по себе впитывает в воду. Там, помните, там посыпали в стеклянной извести. Поэтому баню уже не рекомендуют. Да, наоборот. Вот я имею в виду, что натуральная, она именно предназначена для таких немножко более... Там, где... Где больше влажность, да? Влажность, да. Она не будет портиться? Ну, в любом случае защищать. Вот. Но, соответственно, при соответствии с защитой она будет гораздо лучше. Значит, срок службы искусственный и натуральный не отличается. Вот. И, кстати, в принципе, да. Вот. Обращаю внимание, что вот фрески, которые откапывают сейчас в храмах 200, 300, 400 лет. Вот, допустим, наш храм на Октябрьской революции, да, где вот он просто ужасно был, а случайно откопали... Вот. Эта фреска, это как раз венецианская штукатурка. И, кстати, на основе извести. Потому что синтетики тогда не было. Вы хотите сказать, что через 200 лет, когда откопают мою квартиру, у меня все будет идеально? Да. Ну, так. Вы даете гарантии? Имеется в виду, как фрески, они же все в трещинках. Ну, да. Не специалист не отличит между, что это синтетика или натуральная. Тем более, если срок службы один и тот же. Ну, опять же, не могу я промолчать, конечно же. Ты как всегда. Я предлагаю альтернативу, аналог декоративной штукатурки венецианской. Намного дешевле можно подобрать такой образ. Посмотри, как тебе вариант. И ты хочешь сказать, что ты это сможешь сделать в моей споре сам. Это венецианская идеально гладкая штукатурка. Это вручную мастер именно рисует кисточками все эти прожилочки. Вот, допустим, венецианская штукатурка. Соответственно, вот вы видите, здесь как минимум три цвета. А, соответственно, здесь можно сделать вот шелк. Мне вот это очень нравится. Я знаю, что в Древнем Риме обшивали стены атласом. Вот это имитация атласа. Китайскими тканями. Так как их везли издалека, то, соответственно, и стоили они, соответственно. Теория понятна? Да. Практики? Да, конечно. Нам приносят кусочек плитки, приносят кусочки штор. Приносят, допустим, подушку от мягкой мебели. То есть и мы помогаем им, именно помогаем. Мы не берем за это деньги, просто помогаем выбрать те или иные оттенки. Да, мы их еще кофе поуем. Да, я это заметила. Дорогие телезрители, если вам захочется попробовать настоящий итальянский кофе, просто берете кусок плитки или отрезаете кусочек шторки, приходите в салон Рассетти и говорите, что вам нужно развести, что вам нужно подобрать оттенки конкретно под это. А потом вас угощает шикарным кофе и подбирает оттенки, которые вы можете использовать, а можете не использовать. Я обычно так и делаю. Я предлагаю, скажем так, повысить ваше мастерство и перейти к высшему классу именно венецианской штукатурки, которая по старину. Я же не просто так. Я приготовил вот эту штуку, которую с любовью хранил и ждал вашего возвращения. О, Боже! Лопатин, ты помнишь? Это мы делали в прошлый раз с тобой. Да. Помнишь вот этот узор? Так-так, в разную сторону. А, неважно, да? Можно по горизонтали? Нет, вот хаотически. Туда-сюда, влево, вправо. Я чувствую себя прямо Микеланджело, когда он только начинал. Это, в принципе, первый слой. Для того, чтобы приступить дальше, надо, чтобы все это дело высохло. Вот это натуральное, как оно было еще 200-300 веков назад, натуральное на основе извести. Аккуратненько разнести, соответственно, чтобы... Ой, а что-то на это? Вот она такая, да, соответственно, сильно не придавливает. Нет, реально, я, наверное, сменю профессию, потому что я чувствую, я здесь заработаю гораздо больше. Ведущий телеканал MTV Mix Эля Масленникова, оказывается, не только умеет хорошо говорить, но еще и справляется со шпателем. Но, смотри, все-таки маленько не в том направлении ты все делаешь. Да, можно показать, как это делать? Да, конечно. Лопатин, у меня такое ощущение, что они меня хотят взять к себе в штаб. Они меня готовят. Они подсадили меня. Кофе напоили. На итальянский кофе они меня уже подсадили. Научили, как пользоваться, да. Работу я не научили. Я только сегодня жаловалась на то, что мне не хватает творчества. Вот-вот сюда вот идти. Может, мы откроем какую-нибудь школу по творчеству? Я даже знаю, как она будет называться. Очумелые ручки. Это было рождение бренда. Да, да, да. Осталось внизу нам поставить автограф. И вынести на аукцион. Да, упаковать свет в красивую рамку, там, открыт формата. Мне нравится эта программа, когда ведущие говорят, а я продолжаю что-то делать и мазюкать вместо них. Ты предлагаешь мне стоять за камеру и снимать? Теперь отправляем все это в печку, да, чтобы все подсохло. Главное, не меня. Вот это венецианская штукатурка. Реально на ощупь, как срез мрамора. Но мне нравится вот это вот, под гранит. И почему-то вот этот рисунок мне напоминает картину Врубеля «Демон». Вот это более нежное такое, напоминает море. Ну и, конечно же, мне очень нравится вот этот цвет. Такое ощущение, что под дождем все это немножко потекло. Такие вот оттенки очень красивые, перламутровые, под атлас. Ну и, конечно, мой любимый стиль хай-тек, когда серебро. Именно вот в данный момент. Прямо надавиться ощущаю, да? Да, именно вот движение. Не до конца. Отлично. И вот здесь вот либо человек это дело умеет делать. Здесь 0,2 на 0,3 это 0,06 квадратных метров. Отвечуете на деньги. Сколько вы мне должны за мою работу? Шоколадку. Можно с кофе? Можно. Как у меня, оказывается, много скрытых талантов. Благодаря своей программе, может, мне и в качестве пластического хирурга тоже попробовать что-нибудь? Я же снимаю иногда их. В разные стороны так же делали. Говорят, профессию надо менять каждые 10 лет. Я 10 лет на телеканале, наверное, мне пора сменить профессию. Вот что мне нравится, что движение хаотичное. Не надо прямо, чтобы было все идеально гладко. До идеальной гладкости будут доводить другие. Прямо на глазах происходит чудо, потому что откуда-то из глубины проявляется рисунок. Вот здесь вот еще ничего не было, а вот уже есть рисунок. Посмотрите, какая реальность. Икры. Обалдеть! Боже, неужели это сделала я? Если это смогла сделать я, это сможете сделать любой. Я чувствую себя художником. Прямо реально похоже на мрамор. Мне очень нравится. Все. Ну что, теперь воском? Или надо опять ждать сутки? Ну, да нет, в принципе, можно сразу. Иначе меня из дома выгонят. Еще одни сутки здесь, и меня выгонят из дома. Давайте все-таки сразу. Хорошо. 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 Хорошо.